Здравствуйте за вами, мой влог. Ничего святого, Сергеем Подярковым, тот художник, который может обидеть каждого. И я бы сегодня поговорил вот об этих поющих в дерьмовнике, то есть о позитивных блогерах Банковой, которых под руководством Ермака греют какими-то там плюшками и которые публично позорятся, защищая режим Зеленского и все его глупости. Тотальное воровство и абсурд они защищают, подогретые Ермаку. Ребят, эта группа товарищей мне напоминает дурачков, которые по какому-то недоразумению решили устроиться на хорошую зарплату в Рейхсканцелярию примерно в декабре 1944 года. Зарплата-то, возможно, для них и интересная, но получать им где-то всего-навсего до апреля, потому что потом союзнические войска возьмут к чертовой матери бункер и все, зарплата закончится, а позор останется. Потому что наш зелененфюрер Вовочка в своем теплом бункере неведения и уверенности, что всенародная любовь аж стоит как лом на морозе, вместе с вот этим вот Ермакебельсом, этим Татаримлером, Подобарманоляком или Кириллом Тимошенкинтропом, они все доживают до того момента, когда крах накроет их хлипкую систему, обязательно прилетит. Меня поражают, как вот эти вот все вот эти вот совершенно безумно продавшиеся за непонятно какие прыжки, вот эти Фисенко, еще вчера приличный человек, там, Валик Голодких, Ну ладно, Быков, он, собственно, никогда в умных-то не ходил, может быть, и начинать-то не стоит. Да, но, конечно, бородатая лещенщина Сережа Лещенко, который просто, ну просто, это, это же какой-то символ продажности, тупости и беспринципности. Так он мало того, что ходит вот поющим в дерьмовнике позитивным блогерам, так он еще, понимаете, в окр-залезнице руководит разворовыванием. То есть чувак вообще, ну, ни ума, ни чести, ни совести, то есть символ позора. Я не говорю уже про Арестовича, который опять, то, что Гесс убежал от Гитлера в Англию, это же не помешало ему сидеть до конца жизни. Никто не простит Арестовичу. Я себе представляю его встречу, ну, с первыми попавшимися ветеранами. Вот просто где-то вот, где-то вот так вот случайно. После его рассказов, что они там на фронте были на курорте, что у них, как у мальчишек, был праздник непослушания, и они там расслабив булки развлекались, я себе очень четко представляю этот нежный диалог. То есть Арестовичу, как и всем остальным, нужно же до конца жизни потом понимать, что придется отвечать на вопросы, на которые ответить невозможно. Вопросы будут задавать и задавать до гробовой доски. Потому что, дорогие мои позитивные блогеры Банковой, от вас так густо воняет пиховшиком, что аж глаза щиплет. Понимаете, вот от вас воняет Дианой Панченко, вот этой вот отрыжкой Джангирова и Табачника. И вообще мне, вот Зеленский и его команда напоминают, знаете, такую стайку чихуахуа, которые хотят всем колхозам оплодотворить слониху. То, что их занятие обречено на провал, совершенно очевидно. Но их дружное гавканье, вот эта вот суета и попытка из стайки клопов, вот как бы представить, что это какая-то сила и какая-то лавина. Ребята, я считаю, что вот тех, кто реально пошли в позитивные блогеры, их нужно по-настоящему потом придать обструкции. Вот просто полностью не замечать. Ребята, нужно так, чтобы... У нас должна наступать какая-то моральная ответственность. У политиков политическая, у журналистов журналистская. То есть обгадившихся политиков нельзя бы просто больше брать в политику и за них голосовать. Обгадившихся журналистов больше нельзя нанимать на работу. В конце концов, ведь нам нужно вести себя так, как люди ведут себя на Западе. Там журналист, пошевший в позитивные блогеры к диктатору, больше никогда в профессию назад не возвращается. То есть приличные люди больше его в свои издания не берут. Равно как и политик, обгадившийся один раз, больше в политику попадать не должен. Друзья мои, я когда-то, когда еще канал News One не принадлежал Медведчуку, я там дважды уходил в качестве ведущего по собственному желанию. Причем один из этих разов был, моя аргументация была простая. Ребята, я не работаю на канале, я работаю с каналом. И когда вы берете на канал, вот в другой день, ну параллельно со мной на одном канале, ведущий Ганю Герман, я на этом канале работать не смогу. Ну просто потому, что она пресс-секретарь того самого Януковича, который, собственно, дал команду на разгон студентов, а потом на расстрел Майдана. Есть какие-то вещи, которые нельзя переступать. Вот есть моральная граница, которую переходить себе нельзя позволять. Смотрите, ну нельзя же в 46-м году себе представить, допустим, что какой-нибудь Генрих Гиммлер ведет передачу на немецком радио. Или вот кто-то из тех, кто привел Гитлера к власти и вместе с ним руководил Германией, вдруг становится ведущим на немецком радио в 46-м году. Ребята, есть моральные линии, там красные, синие, неважно какие, которые переходить нельзя, да хоть зеленые. Ребята, не может человек, который несет полную ответственность за то, что во власть пришел упырь Янукович после того, как сдрыснул Янукович, быть ведущим на телеканале, там на радио или где-то. То есть должна быть какая-то совесть у владельца каналов и мозги у зрителей. То есть нельзя этого допускать. Вот именно вот это вот благодушие, вот это вот желание оправдать. У нас в стране не существует компромата. Вы обратили внимание? У нас компромат не работает. У нас что бы ни вычудил политик, бизнесмен, журналист, общественный какой-то там деятель, у нас люди прощают все. И это большая проблема, потому что прощают все и все, потому что вот эта вот гнилость, она проникла в общество. Потому что люди сами готовы нарушать закон. Потому что власть показывает, что на закон можно плевать. И соответственно все граждане, они считают, ну если можно плевать там, то можно плевать и нам. И вот эта вот нечистоплотность внутренняя, но вот человек может сказать, какую угодно гадость, какую угодно глупость. А совершенно очевидно, быть продажным джинсовым журналистом, нести ересь и полную хрень. И вот проходит какое-то время, он переходит на другой канал. И я вот замечаю по журналистам, что они, ругав одну политическую силу, вдруг попав в канал другой политической силой, полностью меняют свой политический пол. Вот это вот эти политические трансвеститы, которые заполнили собой медийное пространство. То есть люди абсолютно беспринципные. И самые беспринципные, самые мерзкие, самые отвратительные медийные негодяи пошли в позитивные блогеры банковые. И эту общую ситуацию, как обычно, исправлять нам. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, комментарии. И в который раз хочу напомнить, в описании я даю ссылочку на свой телеграм-канал. Пожалуйста, альтернативно подпишитесь и на мою телегу. Потому что в случае бана на ютюбе, что уже случалось, будет альтернативная площадка для общения. У нас предстоят, я уверен, в этом году большие события. Мы обязательно, я очень на это надеюсь, в 22-м году все-таки воспользуемся своим конституционным правом. И многомиллионно наведем конституционный порядок, попранный зеленой властью. И я категорически уверен, что за нами не заржавеет. Спасибо. Спасибо.